Всем привет, друзья и гости моего канала! Сегодня делюсь с вами очередным вкусным рецептом маринованных помидор на зиму. Не совсем обычный рецепт. Здесь добавляется свекла. Казалось бы, свекла, помидоры, но обязательно попробуйте, это очень вкусно. Свекла придает такой приятный привкус, особенно для тех, кто любит свеклу. Я люблю свеклу, поэтому помидоры с очень пикантным, приятным привкусом свеклы. И маринад, можно его тоже пить. Рассол, маринад, то как называть, тоже очень вкусный. И плюс окрас. Окрас получается обалденный. Сегодня вам покажу на примере литровой банки. Закрывать буду я большое количество, чтобы время у вас не отнимать. Показываю на примере одной банки. Банка у меня стерилизованная с помощью кипятка. Крышка у меня вот здесь в кастрюльке стерилизованная. Далее нам понадобятся, естественно, помидоры. Здесь у меня лук, чеснок, свекла. Ну давайте все по порядку. На дно банки я добавляю лавровый листочек вот такого размера, средненького. Сюда же перец душистый пару штук. Вот я три штучки добавлю. Если вы любите, добавляйте. Не любите, не добавляйте. Кто-то любит гвоздику. То есть уже под себя можно немножко откорректировать. Гвоздику добавьте, если вы ее любите. Я не очень люблю гвоздику, поэтому не добавляю. Штучек 10-15 перца черного горошка. Теперь на дно чесночок я вдоль разрезаю. На одну литровую банку достаточно вполне вот таких вот двух зубчиков чеснока. Разрезаю, чтобы он лучше отдал свой аромат. Сюда же лук. Можно полукольца. У меня лук небольшой, поэтому я кружочками, кольцами нарезаю лучок. Примерно 4 у меня, видите, небольших луковиц. Если лук у вас крупный, можете одну добавить. Далее свекла. Значит, есть два варианта. Можно свеклу натереть на крупной терке. Я говорю, это получится столовая ложка с горкой. Вот. Но я иногда так делаю, а иногда просто вот такие сильно толстые не делайте, потому что заливать мы будем кипятком два раза, чтобы все это хорошо прогрелось. Просто свеклу на вот такие кружочки. Потом в этом маринаде ее можно тоже скушать. Она очень вкусная. Здесь в этом рецепте я добавляю 9% уксус. И свекла, правда, очень обалденная получается. Нарезаю кружочками. Вот. И еще потом в серединку банки. Сейчас наполовину наполню помидорками и еще добавлю. Если хотите, помидорки можете проколоть, если у вас такой сорт, что от кипятка вы знаете, что они лопаются и вам это важно. Можете проткнуть вот здесь вот зубочисткой. Так. Наполняю банку помидорами. Помидоры просто нужно хорошенечко помыть, чтобы они у нас были чистенькие. И снова, смотрите, добавляю лук кольцами. Никакой зелени и ничего сюда не идет. Наполняю таким образом банку. Снова свекла и помидорки. Старайтесь укладывать плотненько, чтобы заполнить все пространство. И теперь осталось наши помидорки залить кипятком. Если лить на помидорки банка никогда не лопнет. До самого верха наполняем. Прикрываю стерилизованной крышкой и в таком виде оставляю на 20 минут. И теперь, друзья, спустя время воду с банки сливаю в кастрюлю. Аккуратненько. Ну, баночка она уже подостыла. Уже можно спокойно брать руками. Посмотрите, какой наш будущий маринад красивый. Очень красивый цвет. Теперь в наш маринад нужно добавить соль и сахар. Значит, на литровую банку соли мы берем вровень. То есть, либо 2 чайных без горки. Либо столовая, но вот так вот ее можно ножом снять эту верхушечку. Вот так вот. Это получается 2 чайных без горки. Вот так вот. Это на литровую банку соли. Если у вас пол-литровая банка, вы добавите чайную ложку без горки. Если у вас двухлитровая банка, вы добавите столовую ложку вот так вот с небольшой горочкой на двухлитровую банку. Так, теперь по сахару. Сахар я добавляю 2 столовые ложки без горочки. Вот так вот. Одна и вторая. Отправляем на плиту и доводим до кипения. Потом будем добавлять уксус. Давайте я вам помогу, уточню. Да, я вам показала на одну литровую банку сколько добавлять. За соль сказала, за сахар две без горки ложки. Если у вас пол-литровая баночка, вы добавите одну вот так вот ложечку без горки сахара. Если у вас двухлитровая банка, то вы добавите четыре вот таких вот совершенно без горочки ложки. Четыре. Поняли, да? Ну все, жду закипания. Итак, друзья, наш маринад закипел. Добавляю две столовые ложки девяти процентов уксуса. Одна и две. Еще раз, чтобы все хорошенечко закипело. Посмотрите, какая красота. И заливаем банку и закатываем. Аккуратненько до самого верха. У меня банка сегодня с такой крышкой винтовой. Можете использовать под закаточный ключ. И тут же закрываем плотно-плотно. Дальше я баночку переворачиваю вверх дном, укутываю теплым одеялом или какой-нибудь ненужной старой теплой курткой зимней и оставляю до полного остывания. Потом храним просто в шкафу в квартире. Посмотрите, какая красота. И свекла тут съедается, и лук съедается. Очень-очень вкусные помидорки. Так что, друзья, готовьте, пробуйте. Всем приятного аппетита и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok